АПЛОДИСМЕНТЫ В активе района у нас выгодное расположение, также наличие людских ресурсов и развитая инфраструктура транспортная в виде двух федеральных трасс, это «Болга-М7» и западный обход города Ижевск. Население района 74 680 человек, оно ежегодно увеличивается и также в летний период увеличивается в 3-4 раза. Миграционная миграция населения трудового ежедневно составляет порядка 40 тысяч населения, то есть порядка 20 тысяч едут в Ижевск и порядка 20 тысяч ежедневных из Ижевска едут в Завиаловский район. Значит, оценив для себя все перспективы, поставили мы перед собой задачи по привлечению инвесторов на территорию района, также строительству новых промышленных производств и, конечно, развитию природной инфраструктуры. Значит, что мы сделали? Администрация, то есть команда администрации проехала все 19 сельских поселений Завиаловского района, которые входят в состав. Мы посвящались с предпринимателями, с населением, выявили сильные и слабые стороны каждой территории. Мы на основе мнения бизнес-сообщества и действующих водовозвучих предприятий, мы определили специализацию каждой территории. Определили также диакторные, базовые и перспективные инвестиционные проекты. В итоге мы получили 80 инвестиционных проектов и на сегодняшний день мы с каждым предпринимателем, который пошел в этот реестр, проводим плотную работу. То есть на сегодня 19 проектов реализовано, они были представлены в ролике. На общую сумму 477 миллионов рублей и 24 проекта находятся в стадии реализации. На общую сумму порядка 6 миллиардов рублей. То есть приглашаю всех предпринимателей посетить район и открыть свой бизнес здесь. Также стать резидентами трех действующих промышленных парков, ни одного создаваемого. Мы для предпринимателей создали муниципальный фонд поддержки предпринимательства и также формируем земельные участки вблизи федеральных красок для предоставления под строительство гостинично-остановочных комплексов и оптово-возвучных терминалов. Большую помощь в нашей работе в продвижении инвестиционных проектов в рабочей предпринимательности нам оказывает правительство Удмуртской Республики. На уровне правительства эту работу ведет первый заместитель председателя правительства Семен Александр Александрович. Он сегодня к нам тоже приехал нас поддержать. Я с вашего разрешения пару слов приглашаю его сказать. Желаю артиллерию. Лобби. Мути. Спасибо большое. На самом деле мы сегодня смотрим все эти презентации. Большое спасибо жюри и вам всем за внимание к развитию бизнеса в муниципалитете. Это, конечно, условно, форма территории бизнеса, территории жизни. Мне кажется, есть у нас сейчас. И вот на данный момент, работая в правительстве регионов, я, конечно, понимаю, что главная основа экономики малосреднего предпринимательства, он начинается именно в муниципалитетах, а не в регионах. Вот тот кейс, который я сегодня показал, он завелся к району. Почему тяжелое артиллерие подключилось? По двум причинам. Первое – это подход к системному анализу инвестиционных возможностей каждого поселения. Мы, в общем-то, взяли его и на уровне республики, и вот 1 августа презентовали карту инвест возможностей Удмонти. И, в общем-то, мы полностью взяли кейс того, как коллеги делали у себя в Завеяловском районе. То есть сначала район сделал такое упражнение, а потом уже сделала вся республика. Второе, о чем тоже хотелось бы сказать – тяжело сегодня убедить, чем одна территория лучше другой. Ну, в общем-то, у многих сильных муниципалитетов у нас действительно очень много. Это тяжелая работа – быть главой, тем более тяжело быть действительно главой муниципального района. Тяжело убедить новыми промпарками, льготами, фондами. В принципе, вот эти лучшие практики, которые дня стратегическая инициатива распространяет, и другие институты развития, фонд развития молодых городов, мы очень достаточно плотно работаем. Действительно, муниципалитеты сегодня это успешно внедряют. Мы видим свое конкурентное преимущество и Завеяловского района, и вообще обновленность республики, в том, что главный капитал для нас, республики – это человеческий капитал. И мы считаем, что все территории конкурируют в первую очередь сегодня за людей, а не за новые площади, электрические мощности или какие-либо ресурсы. Это все уже производное, которое появляется на территории тогда, когда там появляются пассионарные предприниматели, чиновники, общественные деятели, просто граждане. И в том ролике, который мы сегодня показали, действительно очень много было про людей. Там было меньше про парки, новые заводы, там было до Инна Алексея на Кулаково, в котором сегодня живет Завеяловском районе, было интервью с одним из крупнейших предпринимателей Удмуртия Андрея Васильевича Шутова. То есть мы ориентированы на то, чтобы сделать республику и данный район местом, которое сегодня открыто для любых инициатив, именно пассионарных людей. Мы считаем, что как только люди внутри республики и те, которые готовы будут приезжать, что-то создавать внутри ее, свою инициативу смогут проявлять, тогда у нас появится, в общем-то, и все то, к чему мы стремимся, экономические показатели хорошие, новые ресурсы, инвесторы и так далее. Поэтому спасибо вам большое за то, что коллега очень волновался, я уверен, что он очень хорошо справился. Мы сделали небольшую... Как это? Томмертик? К нашему члену жюри. Такой комментал, да? Со сцены. Что еще раз? Парзинку с колбаской. Паек. Это не смешно. Вот, на столе Томмертик, микрофон не перестал работать.